Краеведческий, национальный, художественный, научный. Разных музеев можно насчитать несколько сотен. Как назвать музей, который мы с нашей съемочной группой посетили в самом невероятном, как мне кажется, месте, даже не знаю. Но экспонаты там действительно стоящие. ФЭТ. С этой серии фотоаппаратов началась история музея на предприятии управления отходами. Идея спонтанная. Сотрудники организации просто не смогли отправить технику легендарной марки на переработку, когда нашли его на сортировке. Большинство из них находится в абсолютно рабочем состоянии. Единственное, что расходники для них достаточно тяжело сейчас в настоящее время найти. За три года работы здесь накопилось немало интересного и ценного. Денежные купюры и монеты, популярные в 90-е ваучеры, ставшая историей после появления компьютеров в печатная машинка. Перечислять можно очень долго. Теперь кусочки чьей-то жизненной истории собирают в новую. Историю музея полигона. Все же про некоторые из них так и хочется сказать. Как только рука поднялась, такое выкинуть. Среди находок на свалке даже благодарность за взятие Берлина. Наградной лист на гвардии сержанта Кудряшова Степана Макаровича, который непосредственно сам лично принимал участие в боевых действиях в ходе Великой Отечественной войны. Помимо взятия Берлина, он успел еще освободить город Ригу. Он успел отобранять героические стойки Сталинград. Все прям так сложено, аккуратно. За освобождение Севастополя также имеется награда. На этой же полке газета «Социалистическое земледелие» от 10 мая 1945 года. Экспонаты в музей поступают практически каждый день. Скоро, похоже, предприятию придется задуматься о расширении вовсе не производственных площадей, а музейных. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Игорь Зверев, Республика.